Похоже, что Ripple и SEC будут договариваться, нежели будут продолжать этот бессмысленный бой. Всем привет, сегодня мы поговорим об этом, поговорим о том, как все-таки иск SEC против Ripple исчерпает себя в 2023 году. Поговорим о топе, поговорим о том, какие криптовалюты растут. Из топа, кстати, растет Litecoin, вырос он на 37%. В закрытой группе отработали все цели по Litecoin. И, соответственно, Litecoin держит, конечно же, в ударе эти потрясения от FTX, эти потрясения от рынка криптовалют. И, в целом, мы сейчас наблюдаем довольно-таки хорошую динамику у Litecoin, чего не скажешь про другие криптовалюты. Если мы будем с вами говорить о том, что у нас с XRP, XRP по-прежнему торгуется выше трендовой линии. По крайней мере, сейчас, на данный промежуток времени, это все еще выглядит бычьим. То есть, нельзя сказать, что здесь действительно какая-то патовая ситуация. И пока что есть все-таки надежда на дальнейший рост. Поэтому все-таки сейчас еще XRP выглядит по бычьи, а не по медвежьи. Если мы будем говорить про Ripple, почему она может урегулировать этот весь спор? Потому что у нее есть явное преимущество перед комиссией по ценным бумагам. Хотя бы потому, что она получила внутренние документы от SEC ранее, в октябре. И суд разрешил SEC редактировать документы к речи Химма на обэфириум. Но, тем не менее, в принципе, это опять-таки также идет на пользу Ripple. И если мы говорим про интересности, то регулирование возможно, поскольку комиссия может не захотеть рисковать всем. И здесь обладание Ripple с записями речи Химмана дало криптовой компании реальные рычаги воздействия. И для того, чтобы оставить эти данные нераскрытыми, и чего не произошло бы при решении дела в суде, регулятор может быть склонен к регулированию. И не обязательно, если сохранение конфиденциальности документов Химмана является условием урегулирования. Вот почему их наличие дает Ripple реальный рычаг переговоров об урегулировании. Но пока здесь стороны не говорят, что все улажено. Стоит отметить, что пока у нас ответ Ripple на краткую информацию комиссии по ценам БАМ и биржам у ХДТС и об упрощенном судебном разбирательстве, который будет отправлен в суде по делу 30 ноября, может стать одним из самых красноречимых документов судебного процесса. Поэтому главная такая дата в ближайшее время это у нас 30 ноября. Но в целом, если Ripple будет и дальше иметь преимущество, то комиссия по ценным бумагам и биржам США будет склонна к переговорам. И в итоге они договорятся в 2023 году вместе с Ripple. Также Bank of America выиграет очень много, когда иск будет урегулирован. И здесь все-таки, если агентство предоставит ясность в отношении XRP, которая поможет американским учреждениям, таким как Bank of America, получить конкретное преимущество за счет использования Ripple ODL, тогда в принципе здесь у нас будет определенно такое преимущество. И Bank of America получит не только преимущество, оно получит просто конкурентное преимущество, используя ODL на рынке. И это, конечно же, круто. В целом, обе стороны пока не собираются уступать, ни SEC, ни Ripple, и пока стоит все-таки ожидать. Также стоит отметить, что XRP теперь почти в два раза больше, чем Coinbase по капитализации. Стоит отметить, что Coinbase неплохо так в принципе лихорадила на фоне краха FTX, ведь Coinbase это тоже биржа, биржа полностью американская. И здесь мы видим, что Ripple сейчас сопережает Coinbase по капитализации. Если мы говорим про бывших исполнительных директоров, то вот бывший исполнительный директор Goldman Sachs мистично настроен в отношении XRP. И здесь он заявил, я говорил тысячу раз, у XRP есть реальный вариант использования, в отличие от других криптовалют. Он используется как протокол. А цепочка используется для передачи денег. Это цепочка, в которой действует закон Медкоффа. Так что у меня нет сомнений в этом, я владею небольшой долей XRP. Поэтому здесь стоит отметить, что действительно не только разные могут быть селебрити, которые оптимистично настроены в отношении XRP, да и просто пропагандисты, скажем так, Ripple, но и сами исполнительные директора таких компаний, как Goldman Sachs. Поэтому по итогу, что мы можем сказать на текущий момент времени, что нам известно? Нам известно, что действительно пока у нас XRP торгуется в таком долгом, большом боковике, стоит отметить, что капитализация внутри, вернее объемы внутри сети, они действительно возросли. Это может говорить нам о том, что действительно здесь готовится нечто интересное. Это нечто интересное, это накопление, это реализация этого накопления на высоких уровнях, таких как, возможно, те сопротивления, которые у нас есть на графике, то есть ближайшие, которые я вижу, такое адекватное, это 58 центов, и в дальнейшем уже 69 центов за XRP. Ну и мощное сопротивление у нас остается на отметке там порядка 88 центов. Это одно из мощных сопротивлений, если мы его пробьем, то XRP просто стремится на all-time high. Всем нощенька и до новых встреч.